Здравствуйте, дорогие мои зрители и подписчики! Сегодня у меня уже другое занятие. Высаживать цветы. Купила я их два дня назад и решила высадить сразу в цветочный горшок горшки. Потому что, ну, уже некогда играться, высаживать их сначала в небольшие горшочки. Да у меня сейчас даже поставить их некуда. А вот для этих горшков все уже готово. Я в прошлом году еще вам показывала свою конструкцию, которую тут мы разработали. Нитки такие свисают, шпагат, и на них штыри. И вот эта высота такая комфортная. Мне так было в прошлом году приятно подходить к ним, к каждому цветочку. Потому что если под потолком висят, это другая совсем работа. Нужно снять этот цветок, посмотреть, что ему хватает, что не хватает. Как-то его прищепнуть и обработать, полить, и потом снова подвесить. Это очень трудная работа. А вот здесь я ходила и каждый раз посмотрела, что там, ну, сухие они или нет, или нужно где-то прищепнуть. Это все было по ходу дел. В этом году все это продолжила и сразу посадила. И намного быстрее, чем из горшочков высаживать. Потому что, ну, набрала полный горшок вот этого торфа и сразу же посадила. Все это быстро и хорошо. Сейчас я вам покажу, какой торф. Это очень интересный торф. Специальный. Написано, что для выращивания цветов в горшках, в пирамидах и в контейнерах. Но самое главное, смотрите, какая кислотность. Это для питунья очень хорошо. И такая фракция от 0 до 4 сантиметров. Когда впервые я покупала этот торф, стал работать с ним и думать, что за неуважение к покупателям. Почему такой отсек и продают так дорого? Потому что обыкновенный вот мешок торфа для, ну, для рассады, который мы выращиваем. Он, как и S1, норма, такая формула. Он стоит 10 евро. Этот, да, покажу вам такую марку, вот как SMPP. Если кто не знает, особенно для жителей Латвии, наверное, это будет интересной информацией. Его стоит, обыкновенный стоит 10 евро, а этот 18. Но, знаете, потом, когда я выращивала цветы, я поняла, что стоит этот таких денег. Он не спрессовывается, видимо, этот торф не слеживается вот так. И там воздух есть с корням подходит и держит влагу. Есть там осмокот. Я больше ничего не добавляла, просто, просто из мешка набирала сюда торф. Поливала водой. Вот на 4 горшка я лила литр воды. У меня горячая здесь есть, возле печки стоит котел такой. Литр воды на 4 горшка. Потом высаживала. И снова литр воды, вот опять разливала. Поливала просто чистой водой. Потому что сегодня я их замачивала в вот таком концентрате. Это латвийское местное производство гуминовый концентрат. Я покупала вогрематка. Стоит 3,85, пол-литра. Вот такой один колпачок на литр воды. И можно замачивать черенки и семена. А если нужно поливать какие-то растения комнатные или просто вот такие помидоры, огурцы, то нужно разводить колпачок на 2,5 литра. Ну, зайдете на сайт, кому-то это интересно, и все узнаете. Все-таки на официальном сайте больше, лучше информация. Я замачивала слегка, литр развела. И вот так. Когда я высаживаю растения из кассет, любое растение, я стараюсь, чтобы хорошо-хорошо их полить. Ну, вот так вот. Нижний полив. Это очень интересно, хорошо и удобно. Вот так еще у меня ведерки здесь стоят. Поливаю. Вот так оно у меня все это полито хорошо растение. А вот эту оболочку обязательно нужно снять, обязательно. Видите, как даже корни через нее прорастают, и все равно я аккуратненько ее убираю. Вот так она остается. И высаживаю. Ну, просто высаживаю на таком же уровне, как росла она в кассете. И все, все дела. Я поливаю просто чистой водой. Может быть, через день, пусть немножечко вот сегодня. Все-таки уже было каким-то, ну, химикатом, как бы скажем. Уже было полито. Завтра я полью еще, разведу, провикур, плюс радифарм пролью. Пусть немножечко окрепнут эти мои цветочки. Тогда я вот такие цветы. Вот это сразу видно, что это не ампельный тип. Их я не буду брать черенки. Я просто немножко прищипну, чуть-чуть сверху прищипну, чтобы не нарушать этот скелет. Потому что вот такие растения, они должны все-таки как-то расти. Вот как им заложена природа. Они так, как мы отрежем здесь черенок. А потом они растут какие-то однобокие некрасивые. Я много раз наблюдала, как выращивают. Я стараюсь не нарушать их. Вот это именно такие низкие. Их видно, они как бы кустовые. Ну, это у них свой, там, своя линия роста. Вот эти, это уже видно, что чистый ампель. Это сурфиния, видите? Если ее не оборвать, не обрезать, то будет одна ветка, и все, палка, и не поймешь что. Конечно, это нужно. Я это обрежу. Возможно, укореню первые. Эту сурфиния название я не знаю, но будем видеть, смотреть. У меня есть каталог. И потом я, если кого-то заинтересует название, или меня заинтересует, что это за цветок, я посмотрю. Вот видите, как он уже, видите, чистый ампель. Вот, уже на пять веточек. Ну, конечно, я все это отрежу. Просто сегодня пусть они немножечко одумаются, чтобы потом черенки были покрепче. Вот так я сделала. Все. У меня обычно я брала по четыре, по четыре каждого сорта. Но когда я видела на картинке очень-очень красивый какой-то цветок, тогда я покупала восемь. По-моему, один сорт у меня даже двенадцать куплен. Вот. Вот такие еще здесь у меня. Вот видите, вот такое может уже получиться. Я говорю, как-то... Ну, они же тоже там не выбирают из кассеты. Это специально все оборвано. Она меня стала учить, это продавец, как это все обрезать и оборвать. Ну, я молчала уже, слушалась, потому что, ну, что там спорить, человек на работе. Вот так вот может быть, видите. Вот. Вот такие дела. Я их высаживала, так по четыре и складывала, развешивала, чтобы мне потом, если я буду брать черенки, например, я, скорее всего, буду два черенка в один горшочек высаживать, чтобы они быстрее подросли. Потому что это будет все попозже. Вот так у меня получилось. Вот такую работу я сегодня сделала. Ну, извините за эти шумы. Все-таки мы живем где-то ни в деревне, ни на хуторе. У нас тут очень шумно бывает. Вот. Это я вам рассказала вот про этот торф с такой кислотностью. Если растениям нужна кислотность обыкновенная такая, ну, PH там другая, есть еще одна марка, как SPP. Там кислотность такая от пяти до шести. Это, наверное, для выращивания уже лабелии, там, может быть, бегонии. Но для бегонии я еще не знаю, какая кислотность. Я еще посмотрю по интернету, и тогда уже посажу в другой торф, возможно. Ну, вот на этом и все. Будем прощаться. До свидания. До свидания. Продолжение следует...